всем привет с вами канал переход так мы тушевская марина елена ревнова здравствуйте и сегодня я бы хотела у лена взять интервью на тему расширения сознания что это такое и вот мой первый вопрос что такое сознание на самом деле это слово само за себя отвечает совместное знание совместно но у людей есть совместные знания с теми кто придумал разные науки философии религии а есть совместное знание она скорее относится к области чувствования которое потом уже наш ум переводит в слова это сознание мира и как раз при расширении сознания люди входят в эту область знания мира ощущения какие погоды будут ощущения какие движения в жизни у человека будут и они проявляются в слова то есть как обычно наши любимые вибрации то есть вы замечали наверное иногда что происходит какое-то событие вы говорите ой я чувствовала что не надо или я знала что так и произойдет то есть это как раз вот те знания чувствования это и есть область сознания и расширение его это умение использовать его в своей жизни находиться в нем быть в нем и идти уже путем именно этого знания а не знание как переходить дорогу светофоры они тоже очень нужны очень вот но по всей нашей жизни мы идем именно через сознание и поэтому вот это знание надо и расширять давай тогда расскажем что такое вот сегодня прочитала пост о нормальности нормальный человек это среднестатистический человек вот что такое вот сознание нормального в кавычку до среднестатистического человека и что такое расширенное сознание чем отличается на самом деле вообще вот так вот ставить вопрос, нормальный человек или очень нормальный. Я бы его убрала на самом деле. Каждый человек это изначально просто человек. Кто придумал эти нормы или не нормы, это вообще другой вопрос совершенно. Я бы сказала так, что каждый проходит именно как у яблони плоды. Сначала это цветочек, потом это созревает какой-то плод, он может быть кислым, непонятно, даже ужасно кислым. Потом он наливается, становится необыкновенно сладким и после этого он дает свои семена, которые попадая в землю, дают свои плоды. Поэтому здесь вопрос вот этого сознания. Я бы убрала, конечно, вот этот нормальный, ненормальный. У каждого просто свое время. Вот давайте мы попробуем все-таки относиться к тем, кто рядом с нами, осознавая момент созревания просто разный. Но каждый уникален, каждый в себе несет информацию вот этого плода, сладкого, вкусного, созревшего. И на этапе похода по жизни бывают разные. Относительно твоего вопроса, как и что, единственный выход для людей или единственная дверь, ворота и указывающие на путь его, – это, конечно, музыка. Это, конечно же, вопрос. Если человек задается вопросом, как быть лучше, как жить лучше, на начальных этапах, когда этот цветочек вянет и начинает образовываться вот этот зеленый плод, который вяжет рот, который кислый, здесь это неплохо, нехорошо, он уже образовался, это уже движение, да? И если задается этот плод, а как созреть, да? Как проявить себя вот в этом райском саду, да? То есть это аллегория, конечно, этот райский сад. Как это проявить? Тогда он будет, конечно же, наливаться вкусными соками, сладкими, да? Он будет к себе брать солнечный свет, лучи. Но если у него нет желания развиваться, если у него нет вопроса, а как стать этим сладким плодом, он будет хмуриться, он будет вять, вряд ли он будет брать из мира что-то прекрасное, хорошее, да? Солнечный свет, он меня жгет или еще что-нибудь придумает. И тогда плод просто погибнет, да? Он завянет и не сможет дать свои плоды. В общем, все уровни сознания — это именно это. И, наверное, встречали, я просто как-то встречала в своей жизни тех, которые достигли этого сладостного плода. Его положили в ящик, так скажем, социум со всеми. я видела, как было ему тесно среди других яблок. Оно такое наливное, оно такое прекрасное. И определяя, что у кого-то очень низкий уровень сознания, кто-то плохо слышит, то есть или еще что-то, оно просто стало гнить и тоже испортилось. Так вот, когда человек все-таки реально набирается и знает, как он набрался этого света солнечного и как он стал этим сладким, он будет помогать рядом другим рассказывать. Он не сможет молчать. И он будет тому яблочку, которое еще зелененькое, даже пусть его сорвали, он будет говорить, ты полежи, ты посмотри, ты обрати внимание на свет, на солнце, на добрые слова, на добрые отношения. И обрати внимание не на то, что его сорвали, что ему причинили боль, он обратит внимание на то, где в мире это солнце, ну, утрежевано, конечно, или свет, мы можем это назвать, оно начнет дозревать, вы эти процессы в жизни все наблюдали. Одно гниет, а другое наливается, и его потом даже вот как вкусно скушать. Вот примерно такая аллегория разного сознания. Поэтому всегда помните, только вопрос, да, и ваше внутреннее намерение созревать вам или гнить, оно движет эту жизнь, вашу жизнь. Скажи, а как вот этот процесс происходит, расширение сознания? На самом деле очень просто. Путей много, пути очень разные. Основное, вот, так скажем, слово такое масса человечества, не хочу говорить это масса, потому что, конечно, это множество, но это множество уникальностей, а не массы какой-то, да, и вот это множество, как правило, задаются желанием, вопросом. У кого-то он уже проявленный вовне, и он идет к мастеру там какому-то или тому, кто уже что-то постиг, а многие задаются внутренним вопросом, то есть, ну, где это счастье, ну, как это, это самое, то есть, это не важно, важен вопрос. Как только человек задает себе вопрос, его внимание начинает направляться именно на него, и, конечно же, у нас все лежит под носом, человек находит ответы, и по капельке, по капельке, по капельке, он сначала на один вопросик ответил, на другой. Ты, наверное, слышал, вот на наших встречах иногда люди стоят, говорят, у меня такой глупый вопрос, можно вот глупый вопрос задать. Я, когда у людей слышу эту фразу, это подарок судьбы, то есть, это бриллиант, вот, входит в жизнь. Дело в том, что именно, как люди думают, эти глупые вопросы, они среди толпы, возможно, и глупый, но он именно раскрывающий, открывающий, да, то есть, это то, что у человека нет логического объяснения этому, нет логического знания этому, да, и ему... Поэтому он и глупый, что логика не работает. Да, и он подразумевает, что это глупый. Нет, это как раз самый подарочный вопрос, который надо задавать. Задавайте эти глупые вопросы, это великие ворота в мир, где реально есть свобода, в ваш внутренний мир, это реально, где есть радость, счастье, нежность, любовь, изобилие, это глупые вопросы, они это делают. И задавая вопрос, каждый человек получает ответ, и вот такими маленькими шажками он расширяет сознание. Есть те, которые говорят, меня ударила молния, я пережил клиническую смерть, меня в аварию попал в колодец, упал, много всего, да, встретились там какие-нибудь ангелы, или у нас приятели один, там, трое его все время старца встречают и заставляют его что-то там. Я по поводу тебя слышала вопрос, что колодец упал и клиническую смерть пережила. Что об этом говорить? На самом деле, видимо, в моей жизни внутри меня было столько этих вопросов, что ответы приходили, я очень благодарна всем, без клинической смерти, без всяких колодцев и всего остального. И это реально для каждого человека пройти. Ты уже общаясь со мной достаточно так долгое время, я бы так сказала, ты сама уже это видишь, ты уже сама прошла то, что у меня уже свои ответы идут. Да, и вот это твоя ясно, ясно, да, то есть когда приходит ясность, у тебя нет путаницы, вот это все, то есть и это благодаря твоим вопросам, да, у меня их всегда было много. я помню, когда ты первый раз пришла, да, высшее образование, там, логика, железная, я помню тебя, ты смотрела на меня безумными глазами, это было видно, то есть что это она здесь говорит, да, но относительно этих историй, рассказов, проработок, да, насколько сегодня, да, ясно, 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 сегодня не нужна тебе и я, сегодня тебе вообще никто ничего не надо, да, только остается наслаждаться жизнью и любить, любить тех, кто рядом, мужа, детей, родителей, друзей, да, просто остается любовь, вот это это как раз и есть вот это постепенное приход к осознанности, то есть это все ступенька за ступенькой, вы знаете, а кому-то может раскрыться так и сразу да, да, конечно, это сейчас красивое слово люди употребляют просветление, нет, инсайт, а, инсайт, то есть просветление, инсайт или эврика, это примерно все одно и то же, но они кратковременные и после этой кратковременности люди начинают объяснять это состояние, объяснять эти пути, да, искать их в себе, как он пришел, кто-то находит, кто-то нет, кто-то ищет опять это состояние, чем мне нравится то, что делаю я или чем я занимаюсь, да, мне нравится, что мы не от инсайта идем, путь ищем, а мы идем путем, который проявляет эти инсайты и человек знает как в них быть, как если уж выскочил там или что-то, чего-то, как войти там за пять минут, час, ну максимум день, да, не торчать годами в этом. Это и есть переход в так, так и работает, то есть постепенно идем к осознанности, к этим инсайтам, да, но приходя к каждой осознанности, вы ее знаете. Еще у меня такой вопрос, когда вот это просветление инсайт достигается неестественным путем, например, у народов Южной Америки, у Северной Америки, когда вот эти просветления достигаются путем питья отваров, курения трубок, вот это расширение сознания каким образом достигается и чем оно отличается от тем, что достигается переходом в так? Ну, на самом деле достаточно простое объяснение. Все вот эти вот явления, они временные. Я встречала людей, которые проходили это, да, они реально попадали в необыкновенные вещи, и у многих я слышала очень схожие моменты, то есть они реально выходили в пространство памяти, в пространство различных вариантов их движения по жизни и реально они туда попадали. Но проблема в другом. Когда этот препарат заканчивает свое действие, они не могут быть, они не могут жить, они не могут быть в этом состоянии и самое ужасное, что они больше не могут туда вернуться. даже если они будут проходить переход, они в этом переходе, вместо того, чтобы переходить, они будут искать эти доп. средства, но там их нет. И это, конечно, великая трагедия, если человек подсаживается на какие-то вот такие искусственные стимуляторы. Стимуляторы, да. То есть, знаете, у нас в семье есть такая, это только наш взгляд на препараты медицинские. Конечно же, когда-то мы их использовали, и те, кто сейчас пользуется, реально многим помогает, спасает жизнь, поэтому, друзья, здесь вопрос именно вашего сознания. Если вы сегодня еще только-только зеленый кислый плодик, понятное дело, используете и медицину, и все остальное, она поможет вам прийти к созреванию какому-то, пока вы начнете задавать эти вопросы, да, как самовосстанавливаться, или самопродвигаться, саморасти вы, да. Но получается так, что если в переходе в так, мы каждый раз переопределяем, да, и это делаем через осознанное, оно с вами остается всегда, это знание, это навык, это умение, и вы знаете этот путь, вы знаете чистоту, которую вы уже научились создавать и делать, вы сами сделали, но то, что происходило раньше с лекарствами, однажды в моей жизни было воспаление легких, на тот момент я стояла только-только начинала задаваться всеми вопросами, всю эту тему изучать, но было уже понимание, где-то есть эти силы, и трижды мне меняли антибиотики, то есть он меня просто не брал, я никак не могла понять, сегодня я знаю, тогда в стране врачи, детские врачи, всем выписывали бисептол, то есть чуть-чуть с ребеночком бисептол, чуть-чуть что-то со взрослым бисептол, и этот бисептол, я не знаю, как у других, это антибиотик, да, такой типа слабенький, и этот антибиотик был у моих соседей, у нас, и он воспринимался как аспирин, как витаминка, то есть он выпил все, и два дня пошел на работу, но когда пришло время, реально, что надо было выздоравливать, уже даже более сильные антибиотики перестали работать, вы не поверите, меня спасли простые шишки сосновые, то есть попалась женщина на пути, и просто вот отвары, 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 и три дня результат был поразительный, тогда меня, в общем-то, это вдохновило совершенно на иную жизнь, вот, и вот эти все химические составляющие, да, ну, может быть, они и помогают, но это такое временное, это такие яркие, разовые впечатления, человек потом в своей жизни не может их найти, ему становится больно, тоскливо, и вот одиноко, одиноко, потому что эти яблоки начинают гнить. Не так давно мне рассказывал человек случай, когда вот он под воздействием препарата вошел в сознание мира, расширил свое сознание, получил вот эти яркие инсайты, понял, кто он есть, что творится в мире, увидел со стороны, и когда он пришел в этот мир, его никто не понимал, все его друзья говорили, ты сумасшедший, ты сошел с ума. Ну, в принципе, могу представить всю эту картину, что с ним происходило, поэтому все-таки аккуратный и спокойный путь, это всегда уютнее, ты знаешь этот путь, да, то есть, если тебя там перекинули через какой-то бурелом, а домой-то возвращаться придется. У меня еще вот такой мой вопрос, подливый ум спрашивает, а что происходит при воздействии вот этих препаратов, какая-то химия внутри меняется, процессы, почему вот этот инсайд происходит? Марин, на самом деле это вопрос, наверное, больше к медикам или тем, кто изобрел эти препараты, но давайте возьмем просто таблетку анальгина. Откуда таблетка знает, что у меня болит? Дело в том, что люди, создающие эти препараты, они знают, на какой состав, какой таблетки воздействует, на какую часть в теле, и воздействие идет не на саму болезнь, а именно на то, что именно в этой точке изменяет и убирает боль. У вас же бывало такое, вы приходите к остеопату, говорите, голова болит. Первое, что он делает, как правило, он руки тянет к вашей шее и начинает там что-то делать, и у вас голова проходит. То есть по вашему счету это та же таблетка, то есть мы можем подсесть на этого остеопата, и вместо того, чтобы включить мозги и выяснить, что же я себе все время создаю головную боль, всю жизнь ходить к нему, рассказывать, какой он мастер, какой он молодец. Да, он-то молодец, да, он мастер, но вы в панике за то, что вы без него не сможете жить, вы начнете думать больше о деньгах, больше о содержании, и вы все время будете уходить от своей жизни умения быть здоровым, да, то есть сначала вы будете зарабатывать эти деньги, чтобы отнести этому остеопату. Друзья мои, они, конечно, молодцы, но они помогают вам снять эту головную боль только для того, чтобы вы задались вопросом, как можно быть без нее, что я такое делаю, что она у меня постоянно возникает, вы делаете одни и те же движения, да, и вот это расширение сознания, видения или все остальное, оно как раз и раскрывает, где, какие действия вы совершаете, что они причиняют вам боль. Вам только изменить мысль, слово и действия, и эта боль уйдет. Ну, пускай костиопаты уже идут следующие, кому надо проснуться. Я могу подтвердить это на своем примере, когда у меня с 17 лет болела голова, причем это были такие мощные периодические боли, сколько пенталгина выпито, сколько костиопат ухожено, и вот на самом деле переход в так, изменение питания, последовавшие изменения программ, все вместе, все в комплексе. Это уже полученный эффект. Да, могу сказать, что все в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok